Ну что ж ребятки, я вас всех приветствую, в этом ролике я вам покажу новый свой тягач, который я собрал за 100 миллионов рублей. Ну а я напоминаю то, что играю на проекте Amazing Holy Play на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в начале игры вам конечно же поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Не хочу ребятки затягивать, могу вам пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Субтитры сделал DimaTorzok Многие думаю только что посмотрели и не поняли как бы в чем прикол, что это за магнум, почему там и так далее. Я ребятки объясню, получается когда я играл на 01 серваке, у меня был магнум, который я купил самый первый и на него я поставил номера мэр восьмерки. Поставил туда получается аудиосистему, третий чип, нитро, гидравлика и на нем проехал 400 тысяч километров. И когда последний раз я его видел как бы, когда последний раз он у меня был, он был именно в таком он облике. Кто давно меня смотрит, я думаю это сразу поняли, по номерам, по внешнему виду там и так далее. Получается я сделал копию М5 и сделал копию магнума. Насчет тюнинга данного автомобиля, здесь получается стоит третий чип, нитро, гидравлика и неон статичный зеленого цвета. Какие 100 миллионов, он не стоит таких денег там и так далее. Давайте я вам объясню. Получается я этот магнум купил за 38 миллионов, на нем был третий чип, гидравлика и неон радуга. Потом я поехал на рынок, купил нитро за 23 миллиона и поставил сюда. И потом со временем я понял то, что я не хочу, чтобы у меня была радуга. Я купил неон за 35 миллионов и поставил тоже сюда. Также я купил номера мэр восьмерки за 14 миллионов рублей. Итого плюс-минус получается я потратил в целом 100 миллионов рублей. Я уже на самом деле вижу эти комментарии, то что за 100 миллионов можно было купить с аудиосистемой и так далее. Да, ребятки, я понимаю то, что за 100 миллионов можно было бы купить либо газон, либо магнум, там третий чип, аудио, нитро. Но смотрите, допустим, за 80 миллионов я покупаю магнум с аудиосистемой. Мне на него нужно поставить гидравлику, неон и номера. Почти 70 миллионов рублей. Итого получается 150 миллионов, ребятки, понимаете? Если ты долго катаешь дально, тебе эти песни уже надоедают и ты не хочешь их слушать. Поэтому я принял решение то, что у меня будет магнум без аудиосистемы, потому что я в ней не вижу смысла именно на тягаче. Поэтому магнум с аудиосистемой мне не нужен. И ставить аудиосистему я на него не планирую. Я думаю то, что у многих еще будет вопрос, почему я за эти деньги не купил газон, потому что на газоне там нету комиссии, там туда-сюда, жила-была, он быстрее. Да, я понимаю то, что в плане заработка газон лучше. Я захотел собрать тот самый магнум, который у меня когда-то был. Тот самый красивый реально магнум. Да, я понимаю то, что я вложил в него очень много денег, то есть 100 миллионов, как бы, он этих денег не стоит. Я его продал максимум, ну, за лямов 50-60, это край. Но я собираю этот автомобиль для себя, понимаете? Я не планирую его продавать, я не хочу его продавать, я собирал его чисто для себя. Чтобы когда я захочу покатать дально, я взял магнум свой и поехал, с кайфом поработал. Если захочу купить газон, я куплю газон, но у меня магнум, как бы, тоже будет. То есть у меня будет и газон, и магнум. У меня уже так было, поэтому мне, как бы, не привыкать. А номера, ребятки, тоже довольно-таки интересные. У меня есть для газончика мерч четверочки, да, ребятки? Я обратно их забрал. Ну что ж, ребятки, я вам вроде бы все рассказал, показал. Надеюсь, что вы поддержите этот ролик лайками. Многие мне говорили то, что собери такой же магнум, который у тебя был на 01 серваке. Как бы, ребята, готово просто, готово. Да, здесь нет аудиосистемы, я не спорю. То есть тот магнум был на аудиосистеме. Кстати, как вы заметили, у меня 70 владельцев на нем. То есть, да, это очень много. То есть этот магнум побывал, я думаю, у большинства игроков. Но я считаю то, что на рабочей машине должно быть все равно сколько владельцев. Просто тратить 10 миллионов, чтобы у тебя в ПТСе было 2 владельца. Я не знаю, типа, есть ли в этом смысл. Напишите в комментариях, вы бы на моем месте убрали бы владельцев. Или оставили бы 70 владельцев, как есть сейчас. Многие уже видели этот магнум на стримах. То есть я его неоднократно уже показывал. Но я толком не рассказывал, почему именно такой магнум получился. И в этом ролике я вам об этом рассказал. Это такие некие будни дальнобойщика. Хоть они вам то заходят, то не заходят. Я сам не понимаю. То вы там 250 лайков набираете. То еле 115. Короче, я не знаю. Нравится вам будни дальнобойщика. Не нравится. Возможно, серия получилась просто скучная. Но этот видос, я думаю, должен понравиться. Потому что я как бы с Рлоте пересел на магнум, ребята. Я считаю то, что магнум это самый красивый тягач, который может только быть. Не, ребята, ну если серьезно. Ну реально, ну посмотрите на эту мордашку. Просто, блядь. Да эти номера просто. Как оно все вместе сочетается. Это прям бомба, реально. Это прям бомба, ребята. Я реально сделал то, что хотел. То, что у меня было. Ой, какой лесик тоже пиздатенький. Да ты шо. Ой-ой-ой. Я понимаю то, что газон по заработку по пище будет. Но в плане именно кайфа, в плане атмосферы. Магнум, блядь, это имба, пацаны. Магнум хоть и динозавры ебать, но самый пиздатый. Реально, ну это чисто мое мнение. Я считаю то, что магнум он самый пиздатый. Понятное дело то, что на вкус и цвет как бы все фломастеры разные. То есть у каждого там свое мнение, свои предпочтения. Но для меня магнум это прям, блядь, охуенная машина. Просто самая лучшая для работы. Ой, как он после Рено Т вообще так плавненько идет просто. Такой мягенький, блядь. Реально, я после Рено Т пересел. Вот реально, что допустим, Рено Т это Жигуль. А вот магнум это Майбах просто, блядь. Реально, разница просто огромная. Вот так вот на гидравлике имать. Туда-сюда имать. Тиц-тиц-тиц. Нормально, да? Такой попрыгунчик тоже. Ну а так, ребятки, я в основном работаю даже не ради бабок, а ради кайфа просто. Мне нравится вот так включить музончик, вот так сесть, блядь, охуительно. И просто вот так вот ехать, катать рейсики, слушать музончик просто. Смотреть, чем люди занимаются. Вот в этом просто кайф есть. Я все-таки надеюсь, что вы поймете меня как бы хотя бы немножко. Зачем я это сделал? То есть, ну блядь. Ну 100 лямов ебать в магнум, конечно, это надо быть только мной. То есть, я делал с целью того, что я его соберу, и я его больше продавать не буду. Да, дорого мне обошлась, не спорю. Но зато получилось реально четенько. Прямо как я хотел. Ну что ж, ребятки, на этом моменте я буду заканчивать данное видео. Не хочу его делать сильно длинным, потому что, ну как бы, суть ролика в том, что я как бы собрал магнум. Но если захотите уже увидеть полноценный будем дальнобойщика, то давайте на этом ролике набирайте 150 лайков. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Надеюсь на вашу поддержку. Напишите в комментариях, нравится вам магнум или не нравится. Ну на этом я буду заканчивать. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.